Всем привет! Сегодня хочу снова поиграть на планете в шахматы Фишера, но поскольку сегодня не турнирный день, то есть не среда и не суббота, бесплатные дни на шахматной планете, где можно играть в турнире любому игроку, то конечно же состав не самый сильный. Я уже начал показ турнира со второго тура, могу показать вам состав сразу наших участников, то есть здесь как видите я первый по рейтингу и в принципе вообще в нетурнирные дни, то есть кроме среды и субботы, конечно составы шахматы Фишера оставляют желать лучшего, то есть обычно они не очень хорошие и здесь хотя и все равно не гарантировано, что вы выступите хорошо, но тем не менее состав все-таки не самый сильный, это объективно говоря, и поэтому в будущем буду стараться записывать уже турниры в более серьезные дни. Но тем не менее сегодня хочу попытаться сыграть весь турнир, ну кроме первой партии под запись, первую партию я не успел записать, поскольку уже подключился слишком поздно и просто не успевал физически, но тем не менее попытаюсь записать пару других партий или может быть даже если все пойдет хорошо, то и весь турнир полностью. Сейчас жду уже начало следующего тура, то есть получается сейчас осталась одна партия, в первой партии кстати я не сказал я сыграл ничью, там была партия не самая хорошая, объективно говоря, ну то есть постараюсь оставшиеся партии провести достойно, и если все будет нормально, то постараюсь конечно же занять первое место здесь, поскольку все-таки рейтинг фаворит и должен оправдывать свой высокий рейтинг Фишера. В принципе я также скажу такую банальную вещь, что в шахматах Фишера не настолько важен цвет, поскольку здесь позиции абсолютно неизвестные, что для черных, что для белых, и тут можно даже черными получить лучшую позицию. То есть конечно же в этом плане цвет здесь не настолько важен, как в шахматах классические, где уже есть какие-то большие анализы. Ну то есть именно поэтому, как мне кажется, шахматы Фишера хороши еще тем, что проще играть на перехват. То есть сейчас я играю конечно белыми, играть на перехват белыми как бы не нужно у белых, а так есть преимущество темпа, но тем не менее черными играть на перехват очень просто. Ну и кстати в шахматах Фишера, что очень важно, я бы там вроде бы не говорил, с первых ходов бывают какие-то пешки незащищены, и на них можно напасть сразу же. Вот допустим сейчас пешка А7 у черных не защищена, поэтому я могу сыграть допустим Ф3, ход может не самый сильный, но просто пока напал на пешку, вдруг он не заметит, бывает полезно ставить такие ловушки. Ну конечно соперник это видит, в принципе это было очевидно, поэтому тогда просто играю пока Е4, захвачу центр, ну и выведу коня тоже. То есть пока у нас почти что полная симметрия, да вот сейчас уже абсолютно полная симметрия у нас на доске, ну и хочется сыграть Д4, но там возможен вариант слон Б3. АБ и потом конь Д4 или ЕД, поэтому такой вариант мне не особо нравится, придется играть как-то поспокойнее, типа слон Е2. Ну и также конечно нужно будет сыграть слоном на Е3 или слоном на Ф2 и вывести своего короля, то есть вернее вывести его в рокировку. А дальше все-таки я думаю, что план с Д4 или Ф4 может быть будет очень неплохим. Кстати говоря, не факт, что Д4 здесь сильнее всего, пока Д4 точно не работает из-за слон Б3. Но в принципе я думаю, ладья Д1 и потом Д4 имеет право на жизнь. Там конечно возможно будет размен коня на слона, но с другой стороны вроде бы там никакой тактики нет. То есть у меня король будет на этой диагонали открытой, конечно сразу я его уберу, а потом сыграю уже Д4. Тем более я пока жду с рокировкой, что он будет делать, вот он пока рокировку и не делает, играет, можно сказать гибко, а можно сказать и рискованно. Потому что королю-то нужно будет куда-то уйти рано или поздно, и поэтому, как мне кажется, все-таки H5 может быть ослаблением. По крайней мере, короткая рокировка сейчас за него будет очень рискованным решением. Вот он сейчас даже не сыграл слон Б3, поэтому бью конечно же конем, чтобы потом сыграть где-то конь Ф5 при случае, а может быть даже и сразу. Потому что после кони Ф5 в принципе где-то появляются идеи, связанные с конь Е7, может быть конь Ж7 даже. Ну просто пока вывел коня на Ф5. А он играет Ж5, ну не знаю, мне кажется это под себя. Конечно, естественно в такой позиции нужно учитывать, что у черных всегда есть длинная рокировка, но с другой стороны тоже там не все так просто будет. Сейчас допустим я играю слон Б5, вынуждаю ход С6, и у него пешка Д6 будет слабая, даже после длинной рокировки она будет слабая в любом случае. Ну и кроме того, также появляется где-то идея слон Б6 и потом атаки на короля, то есть слон Б6, АБ и затем Ф3, например, как вариант. Ну а ход Ж5 сам по себе, конечно, вроде бы агрессивный, но от него пока толку, как мне кажется, мало, потому что на Ж4, ну как минимум я могу сыграть Ф4, может быть есть и другие решения. Ну, кстати говоря, Ф4 сразу тоже заслуживает внимания, но не сейчас, сейчас он хочет сыграть слон Ф5 явно, то есть мне нужно играть или конь на Е7, или конь, возможно, Д4. Наверное, конь Д4 более сильный ход, чтобы, в принципе, с идеей поменять легкие фигуры при случае, но и самое главное, не допустить ход слона Ф5. Вообще, в блице, конечно, конь часто бывает сильнее слона, поэтому не всегда разминка на слона бывает хорошим, иногда это бывает плохо. В данном случае, пока я не хочу бить на Е6 даже, что-нибудь другое постараюсь придумать. Конечно, напрашивается ход Ф4, да, я немножко открываю короля, но с другой стороны, я открываю вертикал Лев для своей ладьи, если он будет брать, и поэтому, как мне кажется, это тоже не так уж и плохо. То есть, если он даже ведет длинную рокировку, все равно вертикал Лев будет открыта, и, как мне кажется, это для меня может быть хорошо. Хотя он, опять же, как видите, не бьет, но с другой стороны, можно сыграть слона Ф6 и лишить его рокировки. И, кстати, более того, там будет еще и ход слона Ф5. Не знаю, насколько он хорош, но, в принципе, выиграть пешку, почему бы и нет. Как вариант, можно сыграть вначале конь Е6, потом слона Ф5. Но не знаю, насколько это нужно, в принципе, коня хочу сохранить, потому что конь на Ф5-то потом будет выходить в любом случае. Поэтому коня пока сохраняю. Пускай он сыграет слон Ф7, если он хочет. Мы можем разменяться. А он даже не играет в слоны Ф7. Нападает на моего слона. То есть, в принципе, здесь, наверное, нужно один раз забрать. Он заберет. И ладья Д3, скорее всего. Все-таки у него король-то открыт. Других пока идей не вижу. Ладья Д3, и хочу сыграть потом ладья Ж3. Использовать открытую линию. Потом, может быть, еще и Х3 даже в конце. Или что-нибудь типа ладья Ф4 или ферзь Ф4. Ну, а такой ход ладья Ф6 даже есть. Не знаю, насколько хорошо. Ну, сыграю ладья Ф6, наверное. И постепенно буду ускоряться. Времени очень мало. У соперника тоже немного, но меня пока волнует больше мое время. То есть, конечно, да, позиция, по идее, выиграна. Две лишних пешки. Король у него открытый. Угрожает, допустим, ферзь Ж5 сейчас. Ладья Ж3 там неприятно. Но, с другой стороны, насколько все это опасно, сложно сказать. По виду, конечно, позиция выиграна. Ну, в любом случае, буду играть пока Х3. Не знаю, может, ход не обязательный. Просто сделаю форточку. И дальше, конечно, ферзь Ж3. В ней ладья Ж3. И попытаюсь как-то все-таки здесь выиграть может ферзя, если получится. Он меняться хочет. Но меняться это, наверное, мою пользу. Я здесь пешку выигрываю. Все он хочет менять, но все менять я не буду. Все-таки у него король-то слабый. Да, ну и коня он древает. Но, с другой стороны, времени все равно у него было меньше, чем у меня. И тут надо уже, конечно, рубить флаг. Просто другого я выхода не вижу. Понятно, что это не совсем правильно. Но, с другой стороны, позиция у меня все равно остается выигранной. В любом случае. В итоге все-таки срубил флаг. Но, понятно, что позиция в итоге была, конечно, уже выиграна у меня. Сложная, конечно, партия. Достаточно. То есть, в принципе, мне кажется, где-то я мог получить больше перевес. Но, с другой стороны, вот в шахматах фишера, конечно, важно все-таки делать рокировку. Иначе, как видите, можно получить проблемы с королем. То есть, я их не совсем хорошо использовал. Но, в принципе, король у него, конечно, был довольно слабый. Ну, и давайте еще одну партию сыграю за черных. И оставшийся турнир уже проведу без записи. Все-таки чувствую, что сложновато мне пока весь турнир под запись. Две партии подряд сыграю под запись. А следующая не будет. Вот, записано. Сыграю одну партию за черных. И все, уже на этом закончу. Тем более, что мне уже скоро уходить. Так что, к сожалению, даже я доиграть турнир, наверное, не смогу. Не то, что его записать. Ну, покажу инфу соперника. Я это не всегда делаю. Покажу сейчас инфу соперника. То есть, как видите, рейтинг у него может быть не такой уж супер высокий. Но, в целом, соперник достойный. Черный мисс здесь, опять же, нужно очень аккуратно относиться к угрозам белых. Потому что бывает, что пешки какие-то под боем. Здесь пешка G7, в принципе, защищена пока у меня королем. То есть, если бы он сыграл в FB2, пришлось бы ходить мне как-то типа Kf6. Но все равно Kf6 ход плановый. Так что, так и сыграю, пожалуй. Ну, и рокировку тоже здесь, наверное, нужно сделать. И дальше буду развивать свои фигуры постепенно. Ну, вот видите, что я говорил, что в шахматах Фишера все очень конкретно. Сейчас он напал на пешку H7. Приходится играть G6. Опять же, я тут поспешил с рокировкой, видимо. Хотя и с этим ходом тоже поспешил. Там был хостон Е4 вообще другой. Верное, более сильный. Ладно. Пока играю Е5. И дальше хочу сыграть конем на Д4. То есть, конь С6 и конь Д4. То есть, в принципе, если он заберет, тогда я заберу пешка Е. Там вертикаль будет где-то открытая. Плюс мои слоны заработают в полную силу. То есть, получается, у меня оба слона сейчас очень сильные. И, кроме того, у него, кстати, проблемы с конем. Непонятно, куда ему уходить. Потому что на конь Ж4 я просто могу два раза забрать. Конь С4 он может сыграть. Но там где-то может быть слабый король. Правда, вот не знаю, как конкретно это использовать. То есть, Ферзь С6 или Ферзь С7. Два есть хода. По виду, мне кажется, Ферзь С6 лучше, чтобы вынудить у него ходы Ф3. И потом уже сыграть Ферзь С7. Мне кажется, именно в такой редакции лучше. То есть, на Е4 я просто могу забрать на проходе. А если Ф3, как я и думал, то Ферзь С7. Теперь возвращаюсь. Если он сейчас сыграет Ф4, то Ферзь С6. Снова я вернусь. Или, может быть, даже Конь Ж5 сыграю, кстати. Но Конь Ж5 рискованно. Потому что Конь Ж5 есть. Там ход Е3, я заметил. Конь Ж5, Е3. И если я забрал, то Ферзь С8 мат. С другой стороны, если я сразу сыграл Ферзь С6, у него все равно есть ход Е3. И с этим ходом нужно считаться. Но правда, после Конь Ж5 и Е3 я вижу, что есть ход Ф6 еще. Вот даже так, наверное, сыграю. Конь Ж5, если Е3, тогда Ф6. Если он забрал ЕД, тогда где-то там на Ф4 можно просто съесть. Да, Ф6 сыграю. Естественно, бить плохо. Сыграю так. Ну, а на такой ход, просто Конь Ж3. Конечно, меняться тут никто не будет. Есть ход Конь Е4. Насколько он нужен, не знаю. Так, по виду ход не обязательный-то. Есть ход Ж5, достаточно рискованный, правда. Ну, не знаю, до конца не досчитал. Не досчитал я, но Ж5, идея в том, что на взятии там есть, допустим, Конь Е4 ответ. А если он не берет, ну, тогда, наверное, все равно Конь Е4 сыграю. То есть, хочу просто где-то здесь с помощью двух слонов поатаковать. Хотя, пока он, конечно, здесь стоит очень надежно. Плюс, мне нужно про своего короля не забывать тоже, потому что пешка Ф6-то у меня в многих вариантах ходить не может. Ну, пока-то может и нормально ходить пешка Ф, но... Не знаю, как потом. Пока сыграю Ф6. Где-то привяжусь к этой пешке, но мне, правда, не нравится, что у меня ладьи вообще не играют. И надо как-то ладьи бы тоже мне задействовать. В этой всей позиции. Ну, вот, допустим, таким способом. Хотя, вот, в принципе, опять же, тоже пока ничего такого конкретного я не вижу. То есть, допустим, я разменялся, сыграл ладья Е8, но он ферзьом ушел. Что дальше, пока непонятно. То есть, вроде бы активно у меня слон в него выключен, но не видно, что дальше. Ну, сыграю Ф4 пока. Но Ф4 тоже ход без особых угроз. Ферзь Е1, разве что. Такая есть идея. Ну, как вариант, в принципе, возможный ход. Ферзь Е1, но от него защищается этот соперник. Появляется ход ладья Ж8. Ферзь уходит куда-нибудь из слона Ф4. Где-то там в вариантах будет. Так, ладья Е8, ферзь Ж4. Да. Там где-то слона Ф4 еще. Ну, сейчас я уже... Не могу до конца досчитать, но похоже, что все это работает. Ферзь Ф4, слон Ф4. Ферзь Ф4, ладья Ж2. Ладья Ж2, король Х1. А вот так. Ну, тогда выиграл Ферзя. Соперник будет явно играть до мата. Ну... Пускай играет. Я надеюсь, что мат успею поставить. Так, пока конец съем, конечно. Главное играть очень быстро, потому что времени у меня очень мало. Могу не успеть просто выиграть. Сейчас пока проблемы с планом у меня, как видите. Ладно. Ну, соперник явно уже играет на время. Это очевидно. Я зеваю мат. Я зеваю мат, он его не видит. Слон Е5 был мат. Тоже чистая игра идет на флаг, конечно. Игра просто никакой критики уже не заслуживает. Это просто уже полный бред, конечно. Хотя где-то, может быть, я мат еще успею поставить. Вот успел. За 0.04 до конца. Но эта партия просто... В конце уже абсолютно была неадекватная. Я не знаю уже, что я там говорил во время партии. И уже не контролировал свой язык. Мат, конечно, успел поставить, но играл плохо. Но, в принципе, партии вот до этого момента, даже чуть раньше, вот до момента с ходом слоны в 4, мне кажется, что я провел неплохо. Потому что здесь, если ферзи в 4, я такой вариант считал, как ладья Ж2. Король уходит. Дальше, допустим, просто ладья Ф2. Он обязан, допустим, бить. Собрал. То есть это самое простое. У меня лишнее качество. Хотя, опять же, времени мало. Я бы, наверное, не успел выиграть, но выиграл бы как минимум качество. То есть выиграть эти партии именно не успел бы, но позицию получил бы хорошую. Ну что ж, ладно, на сегодня я уже точно заканчиваю. Надеюсь, что вам понравилось. Скажу честно, что было сложновато, но ничего страшного. Буду постепенно стараться комментировать больше партий. Наверное, в будущем будет полегче. Ну что ж, на сегодня всем спасибо и до скорых встреч в новых видео.